Ну и приступаем к самому главному. Мастер смотрит вот что и как. Без нос будем делать в глубочайшее расслабление. Привет, мои хорошие, с вами Селена. И по вашим многочисленным вопросам я сегодня хочу вам снять видео свой массаж лица. Сегодня у меня будет третья процедура. Я хочу вам немножечко показать процесс, какой он прям глобально интересный. Может быть кто-то никогда не видел, как букальный массаж делается. Через рот, через нос. Я сама первый раз на таком массаже. У меня всего будет 5 процедур. Сейчас с нами мастер. И я попрошу ее тоже какие-то моменты сказать. Она расскажет, какие проблемы у меня. И что конкретно мы исправляем. Ну и заодно можем спросить, что вообще можно массажем исправить. Я так поняла, что можно, ну таким как я девочкам, можно даже постарше, обойтись пока без уколов. И реально сделать красоту на лице. Фух, прибежала, долго бежала. В общем, ложусь на кушетку. Знакомьтесь, Ольга. Здравствуйте. Она будет делать мне сегодня массаж. Ложусь. Так, с чего мы начинаем обычно массаж? Обычно мы настраиваем на расслабление. И затем мы очень тщательно начинаем работать с шеей. Потому что от шеи зависит практически все на нашем лице. Наша задача расслабить основание шеи. Места крепления шеи в затылочной части. И, конечно, работа с волосистой частью головы. Да, мы уже минут 15-20, наверное, да, вот массируем это вот две? Да. Но уже, кстати, видно, мы работали на линии роста волос. Ага. И видна уже разница. Видишь, как подтянулось? И качество кожи улучшается. Можно посмотреть морщинки мимические. А здесь сейчас свет так падает, что... Но суть в том, что вот здесь все подтянулось, разгладилось. Несмотря на то, что основной акцент был именно по линии роста волос. В общем, сначала мы расслабляем, потом начинаем делать саму жизнь, да? Ну, самую жизнь... Ну, да. Самой жизни в нашей массаже нет. Скажи, пожалуйста, вообще, вот что у меня... Какие ты увидела проблемы и что мы подтягиваем, в принципе? Ну, вот смотри. На самом деле, асимметрия в носогубке говорит о том, что есть зажимы в шее, поэтому мы сначала убираем зажим в шее, да, для того, чтобы потом добраться до носогубки. Также мы работаем с подбородком, с жевательными мышцами. Именно асимметрия подбородка в эту сторону за счет зажима. Он идет также от затылочной части. Поэтому расслабили затылок, расслабили жевательный, и асимметрия значительно улучшилась. Плюс мы работаем со средней частью лица, для того, чтобы здесь вот этот отек небольшой, который есть, мы его разгоняем, тогда и будет объем выше, и мимические морщинки будут меньше закладываться. Ты видишь, отек у меня, да, есть? Ну, небольшой, да, вот тут небольшой отек. Мне, кстати, многие писали, что у меня жесткая асимметрия. Я даже этого не замечаю, но вы замечаете все. И да, и мне говорили, что так что мы исправляем асимметрию тоже. Уже видны изменения. Мы будем смотреть, мы покажем, как вообще выравнивать шею, на какие ориентиры полагаться, да, на линию ушей, линия подбородка будет говорить о том, в каком состоянии находится шея. И также, конечно, мы работаем над глазками, снимаем напряжение, уменьшаем, поэтому синячков не будет, и будет более расслабленный, мягкий взгляд. Короче, через пять сеансов буду как после уколов красоты. Практически. Я покажу, когда буду делать букальный массаж через рот и через нос, поэтому ролик этот будет в долгосрочной перспективе, потому что у нас сегодня только третье занятие. Занятие, правильно я сказала слово? Ну, можно сказать, встреча. Процедура. Встреча. Итак, мы приступаем к самому главному. Ну, может, это не самое главное, самое главное наверняка подготовка. Зрелищное. Самое зрелищное, да. Сейчас у нас будет массаж через рот, да? Как называется? Букальный массаж. Он есть разные вариации. Букальный, интероральный, там ещё всякий. Назальный. Интерназальный это через носик. Интерназальный через носик. В общем, ты делай и можешь сказать, как раз благодаря этому массажу, что получается. Да, да, да. Во-первых, букальный массаж может делаться с мягкими тканями, что мы делаем в данный момент. То есть, во-первых, мы здесь уменьшаем отечность, снимаем спазм с мышц. Спазм этих мышц может провоцировать носогубку и синячки под глазами. Затем мы снимаем от крови пошире напряжение сжевательным мышц таким образом. То есть, мы работаем с двух точек воздействия. То есть, изнутри и сверху. Также, букальным способом мы работаем с костями. То есть, мы отрабатываем верхнюю челюстную кость. Здесь у нас есть шов. Он как бы срастается, но при этом проработка его возвращает подвижность костей. И мы тот самый объем... Я же обложку бросаю. Да, это зрелищно. Можно делать это плавно. Тот самый объем, который больше всего выдает нас с возрастом, который именно средней части лица, ближе к центральному. Он также теряется из-за того, что здесь происходит спазм и челюсть может усыхать. И мы возвращаем объем, работая с верхней челюстной костью. То есть, это безболезненно. Мы раскрываем, грубо говоря, верхнюю часть челюсти. Работаем сразу с двух сторон. Никакого дискомфорта, болевых ощущений здесь нет. Все очень мягко, но при этом достаточно активно в плане изменений, которые происходят после этого массажа. Поэтому такой массаж нельзя делать чаще, чем раз в неделю. Именно эту область. И еще мы отработаем с круговой мышцей рта. Очень часто здесь именно скапливаются эмоциональные блоки. И поэтому здесь их нужно прямо убирать. Убирать. Болезнь? Угу. То есть, чаще всего никаких ощущений дополнительных нет. В принципе, на сегодня буквально мы закончили. Класс. Мои хорошие, все, я вышла с массажа. Сегодня у нас не было интерназального массажа. Это я вам покажу в следующий раз. У меня пройдет неделя, а у вас пройдет одна минута. И вы уже окажетесь на следующем массаже. Просто не каждый день делается интерназальный массаж. И мастер смотрит, что и как. Сегодня, на самом деле, очень хорошо поработали. Она сама видит очень хороший результат. Ей очень приятно, естественно, когда результат такой прям хороший, как у меня. У меня очень все поддается. Ну и я смотрю прям вообще. Сегодня помассировали. Я сидела в машине. У меня прям некоторое время реально приходило в себя. Потому что вот прям хорошо поработали, ощущается. Ну и вообще смотрю на свое лицо. Вот такое оно прям у меня все хорошенькое. Кстати, тени, если вдруг падают, да, видите, вот сюда вот. Это тени от того, что у меня здесь на половине практически. У меня здесь тени от машины. Поэтому часто, когда я снимаю влоги именно в машине, у меня может вот так тень падать. Ну вот, смотрите, раз. Вот. И тени уже другие совсем, да. В общем, я безумно рада, что я наконец-таки пошла на массаж лица. Потому что до этого я вам говорила, что я не ходила. Я первый раз вообще пошла на массаж лица. И сразу попала к такому профессионалу вообще. Я в восторге. У нас осталось еще две процедуры. Еще, конечно же, я буду заниматься дома. Она мне дает некоторые упражнения, которые нужны дома. Да, вот как массирование. Она мне показала, как. На следующую процедуру она принесет мне валик. Я заказала у нее. Потому что у меня реально вот с шеей большие проблемы. Мне нужно расслаблять там все это дело. Выравнивать. Из-за этого у меня появляются вот эти вот носогубные складочки, которые я хочу убрать. Ну, в общем, я вообще пришла с запросом, что да, носогубочки. Немножко лицо так тянется вниз. Мне хочется его вернуть на место. Убрать какие-то мимические морщиночки. Вот. И она как раз сразу сказала, что большая проблема именно вот этих носогубок. Это значит шея. С шеей зажимы там. И все тянет вот назад. И мы сейчас расслабляем шею. Работаем над этим. И разглаживаем морщинки. Я вообще рада, что к ней попала. И мы познакомились. Все. Тогда прощаюсь до следующей процедуры. Так, иду. Подхожу к массажному салону. Так, все. Вот она дверь. Подходим. Та-да-дам. Фейсап. Пока не зашла. Хочется сказать. Сейчас у меня будет четвертая процедура. Ну, честно, девчонки. Я в шоке. Я после третьей процедуры только увидела реальный результат. Ну, до этого она мне говорит. Вот я вижу, я вижу. А я, ну, как бы смотрю. И так, ну, вроде вижу, вроде нет. То есть, я понимаю, что нужно время смотреть там после уже полного курса, да. Но что случилось после третьей процедуры? Я просто налюбоваться на себя не могу, реально. Ну, то есть, я сейчас вообще вот кайфую. Я сейчас вообще не накрашенная, сами понимаете, видео без фильтров, без ретуши. Все шикарно. Я реально вижу, что разгладилось лицо. Какое-то стало то ли ровное, то ли что. Ну, в общем, после третьей процедуры я увидела конкретный результат. Кайфую, все сторисы делаю без фильтров. Перестала использовать маски. А сегодня четвертая процедура. И потом будет еще пятая процедура. Я представляю вообще, что будет в конце. В общем, идем. Сегодня у нас будет интерназальное что-то там. Через нос будем делать. Пойдемте. Девочки, вы видели, на каком энтузиазме я сюда заходила? Прихожу, а тут музыка играет. Такой релакс, тишина. Чувствую, я сейчас погружусь в глубокую медитацию. А еще мне купили валик, который прям нужно мне вот дома. Я решила, что от таких результатов, я думаю, я должна все-таки заставить себя и что-то делать дома. Вот, и мастер рекомендует вот такой вот валик. Он жесткий такой. В общем, на нем надо лежать. Я потом расскажу вам, как что, потому что я уже забыла. Вот сейчас она мне расскажет все, как нам нужно. Я вам потом и даже покажу, что я буду делать с ним. Так, ну что, сейчас мы уже расслабили мое лицо. Уже много что поделали. Уже к завершению идет. Сейчас сделали рот. И сейчас нос хочу вам показать немного, как это выглядит. Кто не видел. Вот ты нос делаешь, и на что это влияет? Основное это снятие напряжения, который как раз таки влияет и на синячки, и на появление носогубки. Когда мышцы носа напряжены, это все способствует зажимам, носогубке. Плюс отек, который визуально удлиняет нос, кончик носа. Поэтому массажем, если есть отек, можно немножко скорректировать, уменьшить носик. Он у меня и так маленький. Не, ну, не в твоем, да, случае. У меня еще такого не смесила, пожалуйста. И, конечно же, вот если были травмы, если была ринопластика, то массаж носа просто обязательный, потому что и восстанавливает подвижность тканей вокруг, и улучшается дыхание. И в некоторых случаях даже говорят, что повысилась яркость ароматов. Но безболезненно все, на самом деле. Приятное ощущение. Даже сразу визуально расслабляется и улучшает состояние тканей. Прости, я не могу не смеяться. Это опасно очень смеяться. Одна ноздря больше не стала, нет? Ладно, все. Сейчас не буду снимать, надо вот эту процедуру, когда делают, надо не смеяться, потому что... Потому что можем глубоко зайти. Можется глубоко зайти. Вот, поэтому вторую ноздрю в спокойствии. Так, сейчас мастер мне будет делать что-то новенькое, что еще не делала. Может быть, отек, да, появится, ты говоришь. Но потом, когда отек сойдет... Да, мы будем работать непосредственно с нашей проблемной зоной, да, с средней частью. Будем уменьшать отек, объемы. Вот. И из-за активной работы мы будем именно разрабатывать подвижность фасций и убирать застоя. Может вначале усилиться отек. А затем именно будет больше обозначаться контур, подтягиваться, подниматься объем вверх. Женя, мягкий, безболезненный, да? Да, все хорошо. То есть выглядит оно, конечно, очень интенсивно, но на самом деле никакого дискомфорта не должно быть. Ну, блин, конечно, не очень красиво. Ну, это потом. Самое красивое – это в рот. Так, девочки, массаж закончили. Смотрите, вот такой вот валик. Мне, когда Оля говорила, что валик какой, я себе по-другому представляла. Думала, что он более мягкий, но он прям твердый, из можжевельника, безумно вкусно пахнет. Где-то покупала она в травах его, да? В травах Кавказа. В травах Кавказа, да, вот такой вот. Сейчас она положит правильно, как он должен лежать. Я и для себя, и для вас вот сниму. Это для того, чтобы расслаблялась шея, чтобы как раз-таки носогубки тоже уходили, потому что шея тянет мои носогубки вниз. Сейчас, в общем, покажем, как надо лежать. Кстати, сколько лежать-то надо? От двух до десяти минут. То есть, если болезненные ощущения, то начинается с двух минут и максимум до десяти минут. Каждый день? В идеале. То есть три-семь раз в неделю. Один раз в день, да, достаточно? Да-да-да. Все. Блин, так он пахнет, кайфуй. Так, вот примерно, как я думала, что это вот так, а ты поправишь, если что. Так, где-то под нападки примерно, да? Вот так, блин, высокая. Так. Да. Правильно лежит? Да. Да, блин, я, конечно же, использовала совсем не так. Теперь ножки на ширине таза, чуть уже. Пяточки не отрываем, большие пальцы соединили. Теперь мизинчики соединили, ладошки в пол будут смотреть, наоборот. Соединили. Да, вот так. И то есть, ну, на кушетке не очень удобно, должны ладошки упираться в пол. Мизинчики соединили прям полностью. Вот. Если острая боль, можно плюс-минус один-два сантиметра... Двинуть? Да. Куда? Если, ну, куда тебе удобнее, либо сюда, либо... Я даже не знаю, старуха, знаешь, разгарячивать. Им можно еще прокатывать прям всю спину. Вот вниз вроде бы полегче. Ну, желательно потом передвинуть в это место. Вот в это. Короче, можно двигать по чуть-чуть здесь, там, здесь? Ну, это если прям нетерпимо. В идеале нужно на правильное место, его кладут в три варианта. То есть это под шею, под грудной отдел, либо под поясницу. В нашем случае нужно раскрыть грудной отдел. Поэтому под прям... Хорошим. Да, вот. По хорошему. Вот, да, да, да. Вот. И что, раскрывается вот здесь? Грудной отдел, да, раскрывается здесь грудной отдел. Это способствует тому, что снимается напряжение с плеч, когда мы лежим правильно. И затем можно именно как бы достать шею. То есть, условно говоря. Короче, 5-7 минут ели. От двух. А, от двух? Да. От двух. Минут. Девочки, закончился пятый сеанс массажа. И последние слова, которые я помню от Оли, это надо сделать глубокое расслабление или что-то типа того. И после этого она применила какую-то технику, которая умчала меня в глубочайшее расслабление. И я лежала на кушетке все это время, не знаю, час-полтора, и просто чувствовала себя каким-то пластилинчиком, мякушкой, над которой ваяет скульптор. Меня так размяли, так разрыдывали, что я даже, мне кажется, ни слова не проронила. И Оля тоже. Вот. И, в общем, я в релаксе. Ну что, привет, мои хорошие. Я бы хотела сказать свой конечный отзыв по поводу массажа лица. Честно говоря, мне безумно понравилось времяпрепровождение за массажем лица. Я повторюсь еще раз, я ни разу не делала себе этот массаж. Впервые я с этим столкнулась, решила попробовать и безумно счастлива. Вообще, планирую продолжать его делать, потому что, мне кажется, это важный такой момент. Я не хочу пока делать никакие уколы красоты. И кажется мне, что массаж лица все-таки может очень хорошо повлиять на то, чтобы уколы красоты не делать еще долго. Плюс очень хорошо, когда вы попадаете к хорошему психологу. Он еще и массажист, и психолог одновременно. Это, на самом деле, очень круто вдохновляет, подбадривает. Вот с этого массажа вообще очень много началось изменений внутри меня. Потому что очень хороший человек это все делал. Что касается самих результатов, я вижу конкретные результаты. Для меня были два момента таких. Это третий массаж и пятый массаж, после которых я прям конкретно видела изменения. И так как я сама себе снимаю постоянно в сторис, я каждый раз вижу, в каком состоянии моя кожа. И, конечно же, я вижу изменения, когда я не могу от себя оторвать глаз, проходя мимо зеркала или снимая сторис, не накладывая никакие фильтры и маски, не используя для инстаграма, я вообще счастлива. Поэтому этот массаж The Best я вам конкретно всем рекомендую. И мне кажется, нет ни одного человека, который бы делал этот массаж и сказал бы, что нет, оно не работает, не делайте. Все как один за вообще это. Это и полезно, и классно. Вот. Кожа моя, конечно, изменилась, немного подтянулась, выровнялся цвет лица. Я довольна, я сейчас не накрашенная. И, в принципе, косметику использую как можно реже. В Ростове-на-Дону я буду рекомендовать только своего мастера. Она, кстати, не только мастер по массажу, но она еще и преподаватель. Она обучает. У нее есть курсы онлайн, у нее есть курсы оффлайн. Она готовит просто нереальных массажистов. Те, которые уверенно работают и зарабатывают деньги по этой профессии. Все ссылочки, всю информацию я оставлю под видео на нее, на ее курс онлайн оставлю. Там очень много информации, реально, и прям вот преподавание на высшем уровне, потому что она умеет это делать, умеет преподавать. Также оставлю на нее ссылочку в инстаграм. В общем, всю подробную информацию, где вы ее можете найти и проконсультироваться, что-то спросить, все будет под видео. Ну, а я довольна и счастлива. Кто пробовал массажи, обязательно пишите ваши отзывы под видео и расскажите, что вы об этом думаете. Я буду ждать ваших комментариев, ваши лайки, подписку и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok